Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение прохождения Sid Meier Civilization VI Gathering Storm за Россию с последним патчем, который вот... ну, для меня он вышел сегодня. Для вас, не знаю, когда вы смотрите... Смотрим, что тут изменилось, как теперь себя искусственный интеллект ведет, вообще, какие изменения. Если вы не видели первую серию, то рекомендую посмотреть ее. Ссылка, по идее, должна быть в описании к этому видео. А если вы спонсор канала, то все серии для вас появляются во вкладке «Сообщество». Посмотрите там, возможно, там уже есть полное прохождение. Давайте продолжим. Построил я в Новгороде знаменитый кампус. Новгород знаменит образованностью своих жителей в сотом году до нашей эры. Кампус на плюс 3. И плюс мы еще теологию открыли. Бонусы от соседства для священного места. Я бы, конечно, это использовал. Давайте посмотрим. Во-первых, с варварами повоюем. Блин, как у меня достали вот эти? Они бегают так, что их убить невозможно. Так, этому хана настала. Тут подходим, чтобы арбалет наказать. Ну, я думаю, что и без плюс 5 мы разберемся. Ну, блин, я вот думаю, куда мне... Ну, наверное, все-таки сюда поведу. Сходим вот тут, проверим, что у нас есть. Тут явно кишма кишит варваров. Тут бы, конечно, посмотреть. Ну, скорее всего, ничего нету. То есть мы вот так вдвоем с индусом. Вообще, довольно большая территория. Если тут 20 цивилизаций где-то прячутся, я даже прям удивлен, где они могут быть. Не, надо распространять по максимуму. Так, откуда тогда на нас действует католицизм, я не понимаю. Так, в Агре один... А, уже православие в Агре. Так, так все, уже индус должен быть обращен. Нет. Ну, следующим ходом, наверное, будет считаться, что я его обратил. Лукан становится... Ну, этот, ладно. Этот далеко. Стены строим. Надо будет переключить инженерное дело. Так, сейчас подумаю. Что здесь делать? О, глянь, в туле село. Надо расти. Так, тут варвары не могут убить этого миссионера. Сверху посмотрим. А кто, интересно, католик у нас такой рьяный? Вообще, это, конечно, хорошие места для России. Видите, тут тундры сколько. Явно не для Индии, но ему повезло с Юсемити. Так, теологию открыли. Дальше пойдем... Знаете, исторические хроники? Я сейчас второй кампус дострою. Здесь строим рынок или храм. Вот в чем вопрос. Давайте, наверное, сначала храм, потом рынок. И здесь тоже храм. А, тут у меня нету центра коммерции еще. Прикольно. Так, пока так. Значит, оставляем проверку по городам, рост производства. Давайте вот эту залоченность уберем. Думаю, тут город сам может уже определить, что ему обрабатывать. Не, пожалуй, так. На рост поставлю пока в Москве. Тут пока на рост. Так, великолепный кампус. Тут еще не идет отсчета к следующей эпохе. Ну вот, гавань построена. Смотрите. Три науки, пять науки. Тут уже, видите, восемь науки чисто вот от этого треугольничка имею. Так, ну, надо ставить таки соседство. Не буду я морские юниты пока строить. А вот плюс 100 к священному месту это круто. Так. Плюс 55 веры. И нам сколько надо веры, чтобы еще поселенцы купить? 180. То есть, за три хода должны накопить. Отлично. Так, из Новгорода в Питер отбегал свое. Киллокис и Ванни. Ну, вот сейчас должно быть за лошадей. Нет, не хочу торговать. Извини. У меня лошади самому нужны будут, например, купить всадников. Например. Так, все, убиваем арбалета. Наконец-то. Фу, избавились от этого набега варваров. Столько кружки мне попили. Миссионеров пока не покупаем. Тут стоим, лечимся. Тут стоим, лечимся. Храм, стены. Да. Обращен. Индус православный. Влияет ли это? Да, как-то. Да, плюс пять. Я думаю, вот это плюс пять неизвестная причина. Это, в общем-то, то, что мы одной религии стали. Так, через пять ходов Патна, через пять ходов Дели. Ну, в общем-то, мне надо дальше города искать. Нет, у меня... О, он сейчас еще город поставит новый, и мы как раз его православие обратим. Блин, такое ощущение, что мы на каком-то одном вот этом континенте вдвоем. Откуда же тогда католицизм? А то вот оттуда откуда-то. Вот тут где-то католики сидят через пролив. Смотрите, какие уже караваны к индусу. Надо отправлять, я думаю. в агру. Что тут ждать? Тут бы еще, конечно, посмотреть, что варваров не было. Давайте сходим. Включение, что это реально наш один континент. Ну, тут бы еще вверх, но я могу только сплавать, когда открою... Так, инженерное дело надо отложить. Когда открою судостроение. Блин, надо бы две галеры построить. Вообще, водяную мельницу надо построить. все надо построить. Ну, я вот тут город поставлю и тут и, в принципе, успокоюсь. Вообще, меня индусы тут еще место оставил. Может, здесь еще поставить? Раз он такой добрый. Такое ощущение, что тут не 20 цивилизаций. Слишком много места у меня. Так, какие-то идут арбалеты. Мне это не нравится. Но, вообще, если я построю стены и куплю еще всадников, то город не берется арбалетами. Может, просто он тут ходит. Ну, 386 он. Вон, посмотрите, 947 военная мощь. Вот это да. Вот это мощь. Таракотовая армия. Пошли железо обрабатывать. Можем поселенцы покупать. Блин, 180. Не можем еще. Варвары. Че тут? Я ж миссионер. Вы что? Я слово божье несу. А вы мне тут мечом тычете. Интересно, он Гавандию встретил или кого-то еще? Нет, кого-то еще. Ну, причем дружелюбие у него там. Хм. Очень интересно. То есть, мы, братья, поверье, с нами нету дружелюбия, да? О, еще и торговые пути, видите, плюс 7. Тут уже минус 9 становится. Ну, вроде как немножко улучшаются соотношения. Торговать нечем. Строитель 50. Да, мне хватит следующим ходом на поселенца. Будет 182, а тут требуется 180. Купил в Туле, потому что Лян дополнительный заряд дает рабочему. Я вот думаю, просто дел, как лучше делать. Тут гавань, и тут центр коммерции, или тут гавань, и тут центр коммерции. Я бы скорее вот так сделал. Монсен-Мишель, кому-то вот кто-то там тоже в религию играется. О! Какие новостец у вас? Расскажешь новостец. Давайте обменяемся. Вот вот этих наверное встретил и они наверное как католики. Да. Именно они и есть которые всего шесть городов. инженерное дело открыли. Инженер верили надо строить конечно. Так, ну тут у нас конфуцианство. Круто. Из-за растризма. Я уже в десяти городах. Причем патные деле три хода осталось до обращения. Сейчас мы намер колор сейчас обратим 3 4 5 вот этим обратим. Норвегия отлично. Так, покупаем поселенцы. Ну и сюда сверху поставлю. Ууууу норвегия как далеко. То есть он откуда-то отсюда приплыл наверное где-то мы тут встретились. Индус англичанку встретил? Да. Почему у него с Англией хорошие отношения? Ну что это за дела? предоставить право прохода давайте право прохода предоставим друг другу тоже влияет оказывается на отношения вообще не возражаю раз это для вас так важно я все к этой руинке хочу добраться встану в город так что я хочу тут обрабатывать кампус там строится акведук вообще вот тут можно акведук а нет не хочу вокруг правительственной площади лучше акведук не строить ладно надо еще подумать по поводу акведуков здесь надо наверно болото осушать под пока тут магнус сидит в этом городе блин барбара окружают короче надо открывать мореплавание похоже то есть две галеры надо делать все таки так два кампуса следующим ходом я вот как раз и поменяю на две галеры бронительную тактику пойдем смоленскую нужна пища ну не особо так и она и не нужно всех встретили так этот пойдет у нас сюда селиться значит вот это хорошее место мне нравится какие-то территории конечно но я думаю что 8 городов на карте в 20 цивилизаций это прямо удача правда при этом да пришлось повоевать с индусом в начале это у меня уже писатели художники и музыканты начнут спавиться что ставить плюс 100 к соседству кампусов мне всего два но они нормально дают его среди я уже по науке догнал ребят если еще это поставлю то прям вот можно к боевой мощи убирать давайте поставим стоп стоп производству морских юнитов построим наконец для галеры 43 науки отлично всех кого я встретил это уже очень неплохо так давайте рынок отложим построим или все-таки рынок тоже важно здесь я галеры не хочу хотят может не будет проплыва надо рынок все-таки достроить караваны нужны надо караваны к индусу отправлять а я уже с харальдом могу дружбу заключить отлично эти делегацию к нему отправим но я очень хочу с индусом дружбу заключать так кого теперь мы возьмем пингалу бы в какой-то большой город но тут у нас магнус пока сидит я под ним хочу болото осушать надо до 10 довести питер население у нас еще есть виктор мог шоу кстати мог шоу как еще усиливать религиозное влияние но мог шоу можно например в новгород тогда посадить рейну рейну в астрахань тогда так сделаем много где правда еды нифига нету не растет у меня счастье и потом лошадей обработаем так варвары но мне надо где-то тут скапливаться чтобы потом плыть на соседние острова и обращать что у нас с религиями вообще католицизм англия понятно конфуцианство неизвестно в артестандизме ирланды он далеко иудаизм неизвестно за растризм не известно буддизм норвегия вот норвежцы последними основали буддизм тоже далеко тут у нас практически все в православии два хода и последние города станут православными кто-то все чудеса на религию отстраивает сволочь такая ну наверное монумент надо хотя чем это тоже покупка клеток ну как для другой стороны я культуру получаю от храмов и священных мест храме здесь построен да кстати давайте тогда отправим в иерусалим трех послов уже до конца и чтобы счет храмов получать религию вдруг в двух местах можно поставить тут и тут давайте пока тогда строители это город без еды как-то давайте мы знаете что переключим вот эту клетку все равно 0 не два хода нормально пускай растет что в питере в питере мы вырубаем болото поэтому он так вырастет до 10 сюда надо идти вот это наверно выру вырубить еще нормально нормально развиваемся растем сейчас караваны к индусу побольше будем посылать территория не то чтобы класс но терпимо 1055 у нидерландов 1012 силы у тису куда индус сделал свою армию даже интересно ой это было больно так ну раз я пока не строю лодки так уже содержание юнитов поставить может судостроение так открыть и на лодками все равно придется строить она пошли в математику или в ученичество уже или вообще в машиностроение давайте ученичество потом машиностроение пожалуй отойдем колесница стоит вот он тут болото вырубим все все города индуса православными стали как у него тут ко мне отношения 8 10 плюс 10 но при этом минус 15 близко к его границам блин и еще одна неизвестная причина делегацию не хочет прямо с кем мне торговать с кем тогда в союз вступать давайте апостола или может пока 10 ходов до следующей эры осталось успели выйти в золотой век вот в чем вопрос ну просто я бы сейчас пока у нас есть возможность покупать рабочих за веру я бы рабочих покупал а потом уже когда закончится героически тогда за религию апостола там укрепим религию вот это вот все 6 католицизм 14 конфуцианство 10 протестантизм 13 православия ну что я на третьем месте после конфуцианство из ароастризма тоже хочу посмотреть весь дает ли производство от соседства как раньше давала до дает за соседства и плюс отлично и плюс еще будет производство на клетках моря то есть верфь сейчас стало вообще обязательным для постройки здания что у нас тут лезешь ставим город ну в итоге вроде неплохо расселился и даже с наукой все не так плохо с культурой плохо но я думаю это лаврами мы восстановим нам неплохое неплохая религия в этом плане зашла так это болото к сам петербургу относится к сам петербургу болото вокруг сам петербурга конечно исторично так так службу ускорили но это вот для этого 10 жителей надо было так и вот у нас галеры ну как раз следующим ходом сможем две галеры построить то есть поставим карточку а потом делаем акведук слушайте а может тут акведук и тогда здесь производственную площадь я думаю здесь больше будет соседство да да тут акведук а производственную площадь там на всякий случай помечу мало ли отвлекусь я еще ставил здесь метки когда я не знал где у меня правительственная площадь будет блин плюс 78 веры вход это круто по моему так продолжим пожалуй вырубку болот и покупку строителей ну здесь пожалуй ждем возможности плавать 9 ходов ну я не знаю смогу ли я в золотой век выйти что у меня сомнения блин как они так чувствуются каждый ход какое-то чудо каждый ход мало людей мне кажется у него вот второе вот это неприязнь из-за малого количества людей то есть ему нравится когда много людей много людей в империи когда у меня будет много людей теперь давайте сравним ну почему у меня претензии выставлять давайте посчитаем просто ради интереса так ставим плюс 100 а вот при строительстве блин мне надо еще тут же в патче так во первых ставим плюс 100 при создании морских юнитов древней мира и античности где карточка которая дает вот по-моему в военной подготовке вот ветеранство при создании военных лагерей зданий в таких районах на самом деле нифига блин они же обещали что они поправят ветеранство и будет и на морские действия и нам на гавани тоже работать что за фигня какая-то подстава тут мы имеем какую-то подставу так вот давайте посчитаем 10 24 29 33 35 всего да у меня 10 20 23 28 30 35 против 30 30 ну что прям у меня прям настолько мало 30 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 и 30 30 30 40 46 43 45 Так. Ну, я не знаю, я бы эти болота вырубил, и здесь бы просто фермы, троечку ферм поставил. Ну, а здесь все равно надо вырубать, тут какой-то район будет стоять. Опа, торговца можно посылать. Давайте из Питера. У нас же один уже бегает, да? Из Новгорода в Агру. Андаманское море. Как-то очень северно оно находится. Для реального. Так, я сюда перейду, потому что здесь скалы. Не может отсюда, на самом деле, прыгать. Миссионер. Город в Тундре, Геликарнатский мавзолей. Кстати, а что по поводу рифов? Вот у нас тут риф. То есть, кампус вот здесь должен плюс два давать. Сейчас проверим. Да, видите, плюс два за счет рифа. За каждый соседний риф. Есть ли мы какие-нибудь места тут на побережье? Прямо с большим количеством рифов. Нету. То есть, тут если захочется как-нибудь кампус поставить, то может получиться. А так, храм завершен. Ну, так иду к строю. Даже не знаю в Нижнем Новгороде. Давайте, наверное, сразу с Лавры начнем, что ли. Ух ты, тут плюс семь. Но дело в том, что здесь хорошее место. Ну, если холм, я бы уже ставил тогда вот здесь. В том соседство, видите, с промышленной зоной, возможно. Давайте здесь поставим. И так, Рейна и Мокша прибывают на свои места. Может уже тогда Макнуса пересадить? Слушайте. Пересадим Макнуса и Пингалу в Санкт-Петербург. А куда нам тогда Пингалу пересаживать? Где у нас тут возможны вырубки? В Смоленск? Ну, давайте в Смоленск. И Пингалу в Питер. Ну, тут недовольство из-за того, что уехал губернатор. Как-нибудь уж потерпим. Опять какое-то нашествие варваров. Ну, тут, конечно, у меня постоянно будет в этих снегах. Варвары появляться. Ничего не поделать с этим. А, блин, опять ты. О, галера. Так, за что мы получили? За средневековье. И за галеру. Семь ходов. Девять очков. Что-то сомнений у меня. Большие. В агро отправляем. Сомнения, что я в Золотой век выйду. Кстати, вот несмотря на то, что я в героическом, а он в темном. Фиг, нихрена не влияет на этого долбаного. Ну, блин, на компьютер, походу, ничего не влияет просто. Так, одну очко за использование железа. Потом я еще всадника сделаю. Это будет еще плюс одну очко за использование лошадей. Так. Так, ученичество откроем. Стоп. Удались, опилки делись. Они теперь в строительстве. Но это еще в прошлом патче сделали. Кстати. Ну, тут леса можно на этих холмах будет вырубать. Ставить. И вон рыбы пойти обработать у Смоленска. Это слабо растет. Знаете, может так хотя бы что ли. О. Четыре хода. Это уже повеселее. Та линия надо будет убрать. И сделать... Ладно, давайте шахты построим. Так, это производство совсем никакое. И сделать там тоже шахты. О, а еще тут арбалет пришел. Так, ну я купил тут рабочую, да? Ох, калинка. Сколько она еще будет звучать. Сто семьдесятые силы. Отбился от индуса. Можно и поотдыхать немного. Так, мы тут не можем съехать. Надо подходить к тому месту, где мы спуститься на воду можем. Никто ко мне никаких своих миссионеров не отправляет, надеюсь. Один город-государство найден. Ну, на самом деле даже два, потому что Бандар-Брыней захвачен был индусом. Рудник плюс одно производство. И судостроение открыто. Ладно, ребят, я понял. Я отсюда отойду. Извините, что помешал деньги в трусы прятать. Поплыли. Поплыли католиков обращать. Сколько у нас еще зарядов? Два. Четыре. Кстати, можно и миссионеров попокупать, потому что сейчас в героическом веке... У меня же тут сейчас исход евангелистов плюс два действия. То есть я куплю их в героическом веке, а эти плюс два действия никуда не денутся. Может, мне уже достаточно рабочих. Да, вот думаю. Ладно, еще одного можно купить. Еще один-то строится. А тут давайте покупать миссионеров уже. и плыть в разные страны, в разные стороны. Так, Рейна в Астрахани. Нарост переключим. И, соответственно, Мокша в Новгороде. Магнус и Пингала осталось. Слушайте, вот тут хорошее место еще. Может, все-таки купить поселенцы и еще здесь город поставить. Ну, хорошие же места. По моему скромному мнению, здесь не делаем фермы, потому что правительственная площадь тут вокруг что-то будет. кстати, а что насчет поторговать ресурсами? Вот, Нидерланды кофе. Готово принять. А, так. Ну, нефрит просто не считается, видимо, ресурсом. Не нефрит, а черепахи, потому что запрещены. А с норвежцем. Не хотят черепахи. Ну, пойдем тогда обработаем вот тут ртуть и ртутью торганем. Так, я тут все исследовал. Можно возвращаться. Одинную мельницу можно, кстати, купить. 160. Тем более, что она как раз на этот рис будет действовать, да? Можно один рис будет передать даже. Ну, пока не так все плохо, как я думал, когда воевал. Так. Мапучи объявляет войну Норвегии. То есть у нас есть Мапучи. И Болония у нас где-то есть. За одну. Делегат Николай. Все Николаи, лайки, пожалуйста, поставьте. Пять ходов, семь очков. Будем что-нибудь менять. Вот это надо менять. Ну, содержание юнитов. Я больше пока ничего строить не собираюсь. Странно. Это вот интересно, не перевели ветеранство все-таки в русской версии? Где тут оно? Или оно осталось? Потому что обещали в анонсе патча, что это будет плюс 30 и гаванем тоже. Так, давайте с Норвегией поторгуем. Опять золото в ход все равно хочет. Ну, нет. С Голландией тогда на янтарек. Вот, а нами наоборот заплатит. Отлично. Как у нас тут удовольствие есть. Сейчас еще Кингало приедет, построится акведук, еще и жилье появится. Гавань-то строили. Ну, моя тут строим, чтобы караваны появились. Тут рынок строим. Поплыли в ту сторону. Поплыли в ту сторону. Надо было, конечно, крабов этих собрать под Магнусом. А, он тут выглядит как вот этот континент чисто для нас с Индусом. А на остальном месте очень много наций ютятся, друзья. О, нашел новый континент наконец-то. А, нет, тут уже... Ну, эти вот не найдены мной были. Это просто другие цивилизации там сидят. О, сейчас будем католиков обращать в истинную веру православную. Тут готовы какие-то миссионеры. У нее, точнее. Так, ну, начнем с Амбара. Потом Гавань. У нас какая-то морская цивилизация получается. Немножко. Эти монархию построим. Ну... Сколько он тут рабочих вообще? Раз, два, три, четыре, пять. Я бы миссионеров покупал. Сколько ходов осталось? Пять ходов. Ой, что ж, откроем. Ну, строительство. Водяную мельницу я нескоро хотя я хотел ее сейчас купить. Может, купить тогда? С другой стороны, лучше подержать деньги на покупку караванов. ух, ух ты, Леонора Харальду войну объявила. Сбалмошная тетка. военную инженерию мы чем продвинули? Акведукам. Все верно. тут водяная мельница тоже неплохо. Вообще, вот в Санкт-Петербурге водяная мельница будет очень неплохо. потому что тут а, я помню эту пшеницу передал Новгороду, да? Да, и в Новгороде тоже будет неплохо. Давайте, даже, наверное, лучше в Новгороде куплю ее. Можем строить лесопилки. Опа. Ацтеки. Мне кажется, ацтеки хотят стать православными. Блин, их тут консуфуцианство. Это они, что ли, его приняли? Это одна из самых распространенных религий. Да, основатели ацтеки, 15 городов. С ацтеками будет тяжеловато. еще и персов встретили, а персы кто? Основали ли персы какую-либо религию? Англии, ацтеки? Ацтеки? Вот, персы хотят быть православными. Им, не проплыть. Вот в чем проблема. Давайте селитру найдем. Так, кто это к нам тут в Лавру? А, коммерческий район. Кто это к нам в коммерческий район заглянул? Рынок строим. Центр коммерции. Здесь апнемся. Так, сколько ходов? Еще 4. Я еще одну очко получу за всадников, например. Так? Дальше, что с великими людьми? Без шансов, да? О чем я могу еще очки получить? А, монархию могу принять. Кстати, это даст хорошее количество очков, действительно. Ладно, вроде как в золотой век выйдем. Вроде как выйдем. пошли лесопилки здесь сделаем. лесопилки. Но надо тут производство делать. Кстати, скоро через 3 хода закончится уже банк черепах. я смогу ими торговать. сильнее тут католицизм. подумаю, стоит ли тратить миссионеров на обращение городов Англии или нет. Потому что компьютеры они какие-то долбанутые в плане строительства этих юнитов своих. Библиотеку сделаем. Сула персов это видите по одному очку мне все дало тоже неплохо не встретил бы не дало. Что в судостроении я правильно вышел. Ну и пожалуй на этом я серию завершу. Спасибо что смотрите. Надеюсь почитать ваши впечатления в комментариях. Выглядит неплохо по-моему партия. Спонсоры канала могут продолжение уже во вкладке сообщества посмотреть. Не буду я не буду я продавать железо Нидерландам. Для всех остальных продолжение выйдет завтра. Все играйте в умные игры. Блин голосование надо. А это отдельно. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео. Пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео с ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Пока.